Здесь звучит музыка в исполнении рок-н-ролльных команд, такая мощная энергетическая начкачка боксеров. Но я думаю, что она им не помешает проявить себя истинными бойцами в полуфинальных боях. Итак, смотрим за поединком в весовой категории до 67 килограммов между Андреем Гоголевым и Карлом Фротчем из Англии. Карл Фротч один из двух боксеров, представленных англичанами в полуфиналах. Андрей Гоголев боксер универсальный, может работать как первым, так и вторым номером, он это проявил. Немножко закомплексованно, правда, действовал в первых боях, но его можно понять, у него очень большая ответственность на этом турнире. Он заменяет Гайдарбека Гайдарбекова. Так обе на ударами у края канатов. Вновь смело идет Андрей Гоголев вперед, работает и в корпус, и в голову. Англичанин слегка фронтально развернут. Этим можно хорошо воспользоваться. Let's go common, кричат английские болельщики. Но пока так работает только наш боксер. 6-0 впереди россиянин. 75 килограмм, второй средний вес. Здесь боксеры хорошо двигаются, а удары носят нокаутирующий характер. Так что все равно нужно быть очень внимательным нашему боксеру. Доми, доми, доми. Компания попытался пойти вперед. Он очень опускает руки, и это хороший момент для атаки. Гоголев сейчас действует в манере бойца-дистанционника. Наносит удары и уходит сразу же на дальнюю дистанцию. 8-2 впереди россиянин. Левша Гоголев, и, безусловно, это для правши Фроча неудобный соперник. Конец первого раунда. Здесь работает компания BBC, и делают выпуски на спортивном канале этой телекомпании, посвященные боксу. Вчера здесь перемещался, так сказать, Отли Харрисон на олимпийский чемпион. Помогал комментировать бои английским комментаторам. В конце дня он поднялся здесь в группу, расположенную в самом верху стадиона. И был участником вот этой программы на BBC. В общем, англичане здесь ходят королями. Окружены вниманием прессы. Каждый раз по выходу на ринках преследует камера. И, наверное, это большой плюс для ощущений английских спортсменов здесь, на этом местном ринге. Для положительных ощущений. Но вот в этом бою, который мы сейчас с вами наблюдаем, в категории 75 килограммов, где Андрей Гоголев работает против англичана Карла Фроча. Фроч, конечно, очень зажат. И я думаю, есть все шансы для того, чтобы Андрею проявить себя с наилучшей стороны в этом бою и выиграть его. Готовит атаку Гоголев сейчас передней правой. Нужно просто пойти вперед, не оставаться на месте ногами, а именно работать. Активно работать ногами и сопровождать свои перемещения хорошей серии ударов. Сейчас со мной сидит здесь рядом знаменитый наш боксер Анатолий Коптев. И знаками подает команды Николаю Хромову о состоянии очкового баланса боксеров. Это важно для изменения тактических рисунков боя. Замечание получает англичанин сейчас. Поувереннее нужно работать Андрею сейчас. Поувереннее. Ведь проходят же удары, посмотрите. Нужно просто эти удары сделать более жесткими. Сейчас удар пришелся в затылок английского боксера. Получается замечание Андрей. 11-3 впереди россиянин. 50 секунд до конца второго раунда. 13-3 впереди Андрей Гоголев. В ближнем бою сейчас выдержал натяжку ударов английского спортсмена. Слегка в широкой стойке работают оба бойца. Но Андрей это, прежде всего, нужно для того, чтобы хорошо работать жесткими ударами. В том числе с левой руки. Выжидают, выжидают сейчас противники возможности для атаки. Побаивается Фротч. Россиянин это видно. Поставляет ему так спину, скажем. Левый пытается боковой сейчас пробить англичанин. 14-4 после второго раунда. Вообще, если просмотреть историю поединков с участием британских бойцов, то наибольших успехов добивали шотландцы. А в этом, на этом чемпионате, безусловно, наиболее интересно работали ирландские бойцы. Проявляли свои лучшие качества, в том числе и возможность провести бой в силовой манере. Вот повторы мы смотрим. Вот удар в корпус Андрея Гоголева.